И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Наконец-таки настал тот день, когда вместе с вами мы откроем довольно большое количество контейнеров. И если я не ошибаюсь, то это рекордное и самое большое количество контейнеров, которое когда-либо у меня было на аккаунте. И это 216 штук. Я надеюсь, что вы поставите лайк данному видеоролику за данное количество, потому что это мои личные контейнеры, которые я сам заработал. Это не какие-то там подарки и выдачи, да, если вы понимаете, о чем я говорю, там в виде открытия тысячных, там, десятитысячных контейнеров, а лично мои две сотни, которые вместе с вами мы сегодня откроем. Я надеюсь, что у вас также имеется большое количество контейнеров, которые вы смогли заработать в войне. И сегодня настал тот самый момент, когда мы все это дело откроем. Как мы будем открывать их, я, честно говоря, не знаю. Хотелось бы долго, конечно, все это дело не затягивать, поэтому я думаю, что даже, возможно-таки, большое количество контейнеров данных будет открыто по 15 штук. Ну и начнем с пятнашки. Надеюсь, сегодня выбить что-то интересное и, как минимум, не увидеть 150 белых свечений. Это было бы, конечно, достойно. Давайте начинаем. 3,5к, x5, x6, боже ты мой, ничего себе, кристаллов навалит сейчас мне. Что касаемо Нарки, тоже было бы неплохо, если бы упало, но хотелось бы что-то интересное тоже здесь видеть. 10к, x2, батареечки, боже, похоже, вообще печальное открытие. 150 батареек и это все, да? Ну, довольно печально, если честно, 15 контейнеров. Давайте откроем единичку, дабы у нас две сотни осталось. Ну и теперь пора открывать еще пятнашку. Надеяться, что что-то годное здесь дропнет, потому что это печаль, беда. Определенно, когда падает такое большое количество белых свечений, я ничего хорошего здесь не вижу. Если с этой пятнашки тоже так же самое ничего хорошего не дропнет, то, похоже, придется открывать каким-то другим способом. И, возможно, придется открывать... Что здесь? 150 батареек. Ну, блин, ну это печально, если честно. 30 контейнеров. Давайте попробуем немножко пооткрывать по единичке. В надежде, что что-нибудь хорошее здесь дропнет. Но пока, честно говоря, меня ничего не радует. Я не увидел от... Ну, это уже ладно, более-менее. Краска гончар, окей, хорошо. Пусть будет новая краска. Я хочу, друзья, увидеть золотое свечение. Хочу увидеть что-нибудь интересное. Ну, если не красное, то хотя бы... Хотя бы что-то интересное. Возможно, какой-нибудь эффект выстрела. Но уж точно не постоянные вот эти вот кристаллы. Постоянная нарка. Потому что по пятнашке что-то годное вообще не дропает. Давайте я попытаюсь чуть-чуть пооткрывать по одному контейнеру. Я понимаю, что такое большое количество контейнеров у меня еще имеется. Но хотелось бы мне что-то годное увидеть. Поэтому давайте попробую по своей какой-то схемочке поработать. Возможно, что-нибудь интересное я сегодня здесь увижу. Голды падают. Голды это тоже очень неплохая вещь, если честно. И я, если честно, бы не отказался. Если бы мне упало бы большое количество. Но пока я ничего такого сверх жесткого здесь не вижу. 10к. По единичке я бы не сказал, что дает. Но зеленые свечения дают. Раз за разом. Поэтому, в принципе, неплохо. Можно будет сейчас, наверное, даже, если бы зеленые так много не кидало, можно было бы попробовать, возможно, пятерку дать. Пятерочку. Кристаллы. Белые свечения. Два подряд. Но нету такого прям большого стрика из белых свечений. Это, если честно, очень плохо. Потому что зачастую из-за большого количества белых свечений потом падает что-то годное. Вот сейчас 6 подряд белых. Давайте попробуем пятерку открыть. Может, что-нибудь с нее сейчас дропнет хорошее. Третий, четвертый. И фиолетик. Ну, вот это уже более-менее пойдет. Краска, лазурь. Боже, там этих красок, конечно. Такое большое количество. 25к. Окей, понял. Понял, принял, обработал. 150 контейнеров еще осталось. Кстати, друзья. Хотел вам сказать насчет танкоин боксиков. Возможно, тоже в ближайшее время попробуем их тоже открыть. В надежде что-то хорошее выбить. Я видел, ребята в большом количестве открывают танкоин бокса. И бывает, очень неплохо падает. Если... Давайте так. Если на этом видосе наберется больше 150 лайков, то я задумываюсь о покупке танкоин этих боксов. И тогда, возможно, таки прикупим все это дело. И будем тоже открывать. Потому что, говорят, там очень вероятность большая, что упадут в большом количестве танкоины. Не знаю, насколько я, конечно, фартовый человек. Но вероятность такая имеется. 140. Так, давайте пятерочку. Ну, что-то, честно... Честно говоря, пока ничего хорошего я не видел. Даже если учесть то, что мне вот эта третья фиолетка падает, краска фантом, ну, я бы не сказал, что это чересчур круто. Я бы вам не сказал, что это чересчур круто. Это явно не то, что я хотел бы сегодня здесь увидеть. В принципе, четвертое фиолетовое домино. Блин, так сказать, красивая краска, если честно. Домино очень даже неплохая. Потихонечку, по тактике что-то падает. Но я бы, честно говоря, не сказал, что падает что-то крутое. О, краска России, ничего себе. Патриотическая красочка упала. Нифига себе, вот сейчас по единичке неплохо дает. Краска остынь, приятель. Ох, мороженое какое-то там сочное было. Подряд, смотрите, друзья, падают одни краски. Заметьте, белых свечений нет. Офигеть, я в шоке. Я в шоке, друзья. Ядовитый на магнум выстрел. Да, кислоты, конечно, не хватает. Это уже пятый контейнер, который не белый. Ладно. Шестой белый. Но неплохо. Неплохой стрик, если честно, получился из всяких интересных контейнеров. Я так понял, там синий с фиолетовыми немножечко менялись местами. И это, конечно, круто. Но сейчас мне, наверное, не будет падать. Хотя, в принципе, ну вот сейчас я уже где-то около сотни контейнеров открыл. Красок падает довольно-таки неплохо. Я скажу. Если бы мне бы еще бы додропало последние краски в синем свечении, было бы вообще годно, если честно. Но пока, как вы видите, ничего такого не додропывает. Сто пятнашка осталось. Ну и пора уже, наверное, перемещаться на другие контейнеры. Так, давайте пятерочку откроем. В надежде, что с нее что-то дробнет. Белое, зеленое и 25 камбли. Но это не то, что я хотел, если честно. Упало, конечно, не так печально. Не пять белых. Но это не то, что я хотел. И это обидно. Не падает, не падает, друзья, что я хочу. Наверное, придется открывать пятнашку. В надежде, что с пятнашки что-то дробнет. Давайте откроем пятнашечку. Возможно, пятнашка что-нибудь даст. 3,5к, x5, x6. Боже мой, сколько кристаллов. 125 ускорений. Броня. Двойной урон. Это уже 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нет, это по 14, две краски упало в синем свечении. Понимаете, футбольных красок у меня еще столько не было, оказывается. Открыть еще пятнашечку. Или попробовать сейчас вот так попробуем. Давайте попробуем так. Все-таки большое количество контейнеров имеется. Можно немножко поэкспериментировать. О, фиолетик пойдет. Эффект синий на магнум. Интересно, сколько у меня эффектов? Сколько у меня эффектов на магнум? Еще не хватает. Затмение. 2, да? Неплохо упало. Пойдет. Пойдет. Давайте сейчас пятерку по единичке откроем. Потом опять переместимся к пятнашечке. Хочу сегодня попробовать максимально большое количество разных открытий. При том, что мне и так падает соточка. Неплохо. И так падает, и так падает, и так падает. Блин, мне очень нравится, если честно. Что мне падает и по единичке, и по пятерке. Не сказать, конечно, что в пятнашке мне что-то падает. Все единички мне падает, если честно, больше всего хорошего. На удивление. Я даже, честно говоря, надеялся на то, что мне с пятнашки именно будет. О, краска Егора, наконец-таки, если не ошибаюсь. Это последняя краска, которая была за кристаллы. Которая мне упала. Да, все, друзья, больше красок в синем свечении у меня нет. Ну, я имею в виду, кроме футбольных. За кристаллы больше красок нет. И это очень хорошо. За 300к была краска, и она упала. Можете меня с этим поздравить. Так, ну, что-то я как-то уже, если честно, увлекся чересчур открытием контейнеров по единичке. Было бы неплохо, если бы я сейчас переместился уже на открытие по пятерочке. Да, как раз белых свечений довольно большое количество. Давайте пятерочку откроем. Да, конечно, такое большое количество контейнеров, но зачастую вот с такого большого не падает то, что хотелось бы. Да, что-нибудь там крутое. Кристаллов-то валит, дай бог каждому, но я хотел бы, конечно, увидеть что-то другое. Хотя бы золотое хоть одно свечение. Потому что золотое я уже давным-давно не видел. Даже красное свечение, мне кажется, я видел намного чаще, чем золотое в последнее время в танках. Что-то как-то не дропает мне из контейнеров его. А пятнашка вообще ничего не радует. Максимально какие-то... Фиолет. Это последний, наверное, да? Да, краскоманная. Не радует меня пятнашка. Даже, честно говоря, не хочется ее еще раз открывать. Потому что, ну, такое большое количество открываешь, а толку... Ну, ладно. Давайте попробуем. В надежде, что дропнет. Если не ошибаюсь, большое количество крисов прибавилось. Походу, столько упало. Могу ошибаться. Вроде как что-то упало. Вроде как что-то упало. Пять золотых. Х2. Двадцать пять. Десять дней према. Блин, неплохо. Десять дней према это неплохо, да? И я согласен, что десять дней према это неплохо. Но, наверное, это не то, что я хотел увидеть. Как ни странно бы это не звучало, но это явно не то, что я хотел бы увидеть. Пять по единичке. Ну, давайте. Ну, надо, надо... Я не такое большое количество раз открываю контейнеры по пятнадцать. Но мне все-таки хочется увидеть что-то хорошее с этой пятнашки. И я вот почему-то надеюсь, что с нее мне должно дропнуть. Кристаллов валит, конечно, просто уйму. Даже нарки так много не падает. Сколько падает кристаллов? Десятьк. Х2. Х3. Х4. Боже ты мой. Десятьк. Х4. Пять голдов. Двадцать пять. Да. Плохо. Плохо. Что я могу сказать? Пятнашка осталась. И эту пятнашку я открою по единице. Я хотя бы не буду сильно огорчен, если у меня сейчас начнут падать белые свечения. Но как ни странно, по единице, как мне кажется, падает намного лучше, чем даже по пятнашечке. Бывают такие прям... Опа! Ну наконец-таки. Ну боже. Десять контейнеров осталось. Ну хоть за... Краска лол! Лол, лол, лол. Это та самая краска. Честно говорю вам. Честно, друзья. Это та самая краска, которую я хотел. Блин, вот это достойно. Вот это просто достойно. Это первоапрельская красочка. И я серьезно рад. Серьезно рад этой краске. Офигеть. Жесть. Я очень много раз смотрел на нее. Смотрел, какое количество игроков ее имеет. И я даже, честно говоря, хочу прямо сейчас ее одеть. Где она у меня только будет? Вот она. Блин, вот это крутая краска. Мне нравится она. Серьезно. Я даже не знаю, на чем она лучше смотрится. Ну, краска такая вот прикольненькая, прикольненькая. Такое что-то необычное в этой краске имеется. И это, конечно, круто. Что она мне дропнула. Ну, хоть одно золотое свечение что-то радует. И на этом, как говорится, спасибо. Так, 8 контейнеров. Ну, вот все-таки, видите, 10 дней према еще упало. 20 дней в сумме есть. Единичка дает, друзья. Единичка это то самое, что дает. Если бы я, может быть, открывал бы все эти контейнеры по одному, может быть, что-то годнее мне еще бы и упало. Ну, возможно, я, конечно, ошибаюсь. Возможно, это просто какой-то уровень везения. Но это лишь мои какие-то определенные домыслы по поводу данных открытий. Но с 11 оставшегося контейнера всеточки золотое свечение я выбил. Ну, и это, конечно, не может не радовать. Вот такое вот открытие у нас, друзья, получилось. Определенно. Самое масштабное за последнее время. Да и вообще, мне кажется, даже в целом. Я просто не помню, чтобы я открывал больше контейнеров, чем я открыл сегодня. Плюс ко всему этому прибавил почти месячишку своего премиум аккаунта. К моему количеству. И это очень-очень достойно все это дело выглядит, конечно же. Ну, и вот такой видос получился. Я надеюсь, что он вам понравился. То, что вы получили тоже какие-то определенные эмоции с моего вот этого нагибаторского открытия. Надеюсь, что вы поставите лайк на данный видеоролик. Подпишитесь на канал. Дабы не пропускать новые видеоролики, также нажмете колокольчик. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok